МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорватский полицейский, давно он искал этого. Бой, столкновение, и даже... Семифинал и Мидлэйк Грэмпри, и третий матч! Он имеет самый сильный, самый высокий бокс в игре. Один из самых жестоких, один из самых техничных, один из самых неукротимых на ринге бойцов — Мирко Крокоп. Кто только не пал от его руки. И хорошо, что еще так закончил, потому что у него опыт реальных боевых действий. Это жесткий человек, служит в специальном подразделении полиции, повоевал. Ну а теперь он продолжает свой бой, свою собственную войну против всего мира. Мирко вызывает любого и каждого. И вот не давало ему покоя то, что титул чемпиона носит наш спортсмен, россиянин Федор Емельяненко. И Мирко долго вызывал Федора, но Федор с самого начала был согласен. Но есть турнирная жизнь у каждого бойца. И вот, наконец-то, свершилось. Со многими Мирко пришлось повстречаться на пути к титульному бою. И вот одним из самых сложных боев — это встреча с бразильцем Антонио Родриго Ногуэра. Бразильский Минотавр всегда таит в себе угрозу любому, кто оказался в ринге. Впрочем, как и мифический зверь, человек с бычьей головой, Минотавр на ринге тоже творит жестокие вещи. Но Мирко все-таки проявил себя как очень сильный, очень целеустремленный и, наверное, самый грозный сейчас соискатель чемпионского пояса. Сочетание его страшных ударов, а он левша, с его растущей техникой работы в портере и, кроме всего прочего, его реальный боевой опыт, все это превращает Мирко в страшную боевую машину. Но о его характере мы говорили. Характер у Мирко не подарок. Пропустил страшный удар от Рэндалмана. Остался лежать недвижим, но потом поднялся. Поднялся, чтобы вновь идти к Олимпу, и идти навстречу новой опасности. На пути ему попался Марк Колман. С кем бы он ни встречался, Мирко действовал очень отчаянно. Кстати, Рэндалману он вернул должок, и Александру Емельяненко досталось. Одним словом, Крокоп доказал свое право выйти на бой с чемпионом. И как это случилось, как это было на самом деле, мы с вами увидим. Это один из лучших боев, и удовольствие получите самое полноценное. Этого поединка ждали многие, об этом поединке говорили всякое. И, наконец, этого поединка дождались. Мирко Крокоп против Федора Емельяненко. Свершилось. Федор Емельяненко. Чемпион мира. Прайди в тяжелом весе. Вот так он отбирал свой пояс. Ну, прежде он принадлежал бразильцу Нагуэре, а теперь это неотъемлемая деталь костюма Федора. Пояс чемпиона. Очень естественно украшает могучий торс нашего богатыря. Гарри Гудридж. Большой папочка. Словно младенец. Оказался беспомощным в руках нашего Федора, и бой был остановлен. Козуюке Фуджито. Железная голова. И железная голова не помогла ему. Вынужден был сдаться Козуюке. На Западе многие воспринимают Россию как холодную, недружелюбную, очень суровую страну. Может быть, в чем-то они и правы, но люди здесь живут замечательные. И один из этих замечательных людей Федор Емельяненко. Со своим братом Александром, со своими товарищами в клубе Red Devil Федор совершенствует мастерство. Мастерство незаврядное, выдающееся. И вот в бою с Кевином Рэндалманом ему пришлось очень сложно, но, видимо, закалка российская, искусство выживания сложных в природных и климатических условиях. Пригодилось Федору, и он победил. Вот так же и Коллмана. Так же всех, кто не встречался на его пути, Федор смог одолеть. Делал это решительно, жестко, уверенно, красиво и с большим достоинством. Причем с уважением к своему сопернику. За это Федор любит во всем мире. И сегодня очередное испытание. Поединок Федора Емельяненко, Мирка Крокоп. На кону пояс чемпиона. Федора Емельяненко, то ли на холм и Грузии легла ночная мгла, то ли это манчжурские сопки. Но действительно, весь мир лежит на ладони этого человека. Федор Емельяненко. Это имя с придыханием, с волнением произносят миллионы людей на нашей планете. И убеленные сединами бойцы, знающие не понаслышке, что такое реальный бой. И совсем зеленые юнцы, мальчишки, которые только хотят стать сильными. И им есть на кого равняться. Действительно, эта фигура знаковая. И он на деле доказал, что он сегодня сильнейший. Но это не дает покоя многим и многим. Потому что есть очень большое количество достойнейших спортсменов высочайшего уровня. И, конечно же, каждый считает себя ну уж, по крайней мере, не хуже всего остального бойцовского мира. И вот мир как рукоп, он словно тигр в клетке, бродит на огромном мониторе. А японцы любят все большое, все огромное. И вот поджидает он. Соискатель и претендент, конечно же, первым оказался в ринге. И посмотрите, что творится. Это море, это океан. А посредине остров Буян, на котором установлен ринг. И сейчас на этот остров поднимется Федор. На этом острове есть место лишь одному Робинзону. Робинзону. А вы помните, Робинзон выжил в самых сложных условиях. Моя любимая книжка. Я думаю, книжка очень многим нравится. Действительно, не сдаваться ни в какой сложной передряге. Как бы нас ни трясло, у нас есть силы. Нужно лишь верить в себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова